Сегодняшнее видео — это мастер-класс по воротничкам. И я хочу, чтобы вы знали, что это важная деталь, потому что воротник обрамляет лицо. И когда вы это поймете, то удивитесь, насколько сильное влияние на ваш внешний вид может оказать данная небольшая деталь стиля. Давайте начнем с обсуждения трех основных типов воротничков. Первый — это обычный изыкнутый воротник, это самый современный из трех стилей и самый популярный. 99,9% всех воротничков сегодня это вариации изогнутого воротника. Исходя из названия изогнутого воротника, можно понять, что этот воротничок загибается и касается верхней части торса. Далее идет крылатый воротник. Название говорит само за себя. У него небольшие крылышки, которые не загибаются так, как у предыдущего воротника. Причина, по которой этот воротник еще существует — это черно-белые вечеринки. Подытожим все это воротником-стойчкой. Некоторые скажут, что это даже не воротник, а просто стойка, которая идет вокруг шеи. Но я ее включил в список, потому что, по моему мнению, она обрамляет лицо. Такой воротник популярен в Азии у пиджаков и рубашек. Господа, давайте поговорим о вариациях изогнутого воротника и о том, как эти вариации создают практически все воротники, которые мы знаем. Первое — это точки воротника. Они находятся на краях воротника. Длина воротника — это расстояние от точки до ворота. Ворот — это ткань, которая огибает шею и застегивается на пуговицу. Высота воротничка — это расстояние загиба и как высоко он отходит от шеи. И, конечно, место для галстука — это расстояние верхней части галстука между воротничком, когда он застегнут. И, естественно, размах — это угол, который формируется между точками воротника. Вроде все просто так, но вот в чем загвоздка, господа. Если поменять высоту и размах воротничка, то можно создать сотни различных видов. Но мы не будем закапываться в эти детали, рассмотрим самые популярные, а также покажу парочку крутых стилей, которые могут помочь вам прокачать свой образ. Стоп, я так и не объяснил, почему воротнички настолько важны. Позвольте привести вам аналогию. Вы заходите в галерею, но вы не разбираетесь в искусстве. Но вы видите картину, и она в прекрасной раме. Что вы подумаете? Что она ценная? Да, может, вы не фанат искусства, но вы видите, как эту картину подают в этой дорогой раме. То же самое и с людьми. Вы пересекаетесь с людьми в течение дня. Они вас не знают, не знают ваш бэкграунд. Все, что они видят, это ваша одежда. И воротник обрамляет ваше лицо. Он подчеркивает ваше лицо. Вам не нужен сморщенный помятый воротник. Вам надо, чтобы воротник подчеркивал ваше лицо правильно. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши рубашки выглядели хорошо, то можете использовать такую вот штуку. Серьезно, я сам использую этот корсет для воротничка прямо сейчас. Первый вид воротника, который мы обсудим, это классический ворот. Размах у такого воротника примерно 50-70 градусов. Высота воротника примерно 3-4 сантиметра. Длина воротника бывает от 6 до 7 сантиметров. Высота стойки около 2 сантиметров и очень узкое пространство для галстука. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему данный воротник один из самых популярных? На это есть две причины. Первая – это история. Как вы знаете, очень много в мужском стиле происходит из армии. Этот воротник не исключение. Он был популярным в Первую мировую и во Вторую мировую. Он стал стандартным и вошел в повседневный мужской стиль. И что мы можем заметить в стиле этого воротника, если взглянуть на пропорции мужчины, на пропорции воротника, то он подходит большинству мужчин ростом 175 сантиметров и весом 80 килограмм, у которых стандартное лицо. Этот воротник подходит таким пропорциям. Да, понятно, что не все мы стандартные. Вы можете быть выше или ниже, толще или худее. Какой же воротник подойдет для вашего лица и вашей комплекции? Есть пара деталей. Вам нужно найти баланс и обратить внимание на пропорции. Если говорить о балансе, то вам нужен такой воротник, который не сделает ваше лицо шире. Если у вас более вытянутое лицо, то вам не подойдет узкий воротник, длинный воротник. Иначе ваше лицо станет еще длиннее. Вам нужен баланс. Вам лучше подойдет широкий воротник. Если у вас лицо более широкое, то вам подойдет узкий воротник. Вот о каком балансе идет речь. Далее обсудим пропорции. Тут все дело в размере. Если вы 190 сантиметров, то вам подойдет большой воротник. Вам не подойдет воротник, который всего 4 сантиметра. Вам скорее всего подойдет воротник 6-7 сантиметров. Как найти такие рубашки? Вам придется поискать или найти компанию, которая делает одежду для больших людей. Ну или пошить на заказ. Потому что пропорция – это ключ. Если вы когда-либо видели большого парня, то могли заметить, что он выглядит большим, потому что его голова пропорционально к телу выглядит маленькой. Поэтому в мультиках часто можно увидеть у персонажей большую голову и маленькое тело. Так они выглядят милыми. Поэтому вам надо убедиться, чтобы воротник не нарушал вам пропорцию. Поэтому на это следует обратить внимание. А как насчет узких воротничков? Это когда у воротника размах 45 градусов и меньше. В целом, я бы сказал, быть с ними аккуратнее, потому что они необычно выглядят. И если носить их с галстуком, то узел должен быть меньше. В целом, они могут смотреться на небольших парнях или тех, кому нравится необычный вид. Скажем, поклонникам крестного отца. Но просто обращайте внимание, когда он становится слишком узким, 30-25 градусов, это уже выглядит очень странно. Но я сам продавал такие воротнички, когда у меня был магазин с костюмами. Давайте обсудим широкие воротники. Если вы видели мои видео, то могли заметить, что мне нравятся широкие воротники, потому что они классно выглядят. Особенно, когда ты не носишь галстук. Они смотрят в стороны, и размах воротника примерно 100 градусов, есть и шире, где-то 140 градусов. Вы также можете увидеть вариации по длине. На мой взгляд, короткие лучше выглядят. 3-4 сантиметра. Суть в том, что воротник смотрит в сторону и хорошо смотрится без галстука. Но даже если вы решили надеть галстук, то он будет хорошо смотреться, потому что такой воротник позволяет галстуку уделяться. Но это когда вы завязываете симметричный узел, который к тому же широкий, чтобы он мог занять свободное пространство. Широкие галстуки стали более популярны последние 20 лет. Но они по-прежнему считаются более casual, чем узкие воротники. Поэтому, если вы собираетесь на собеседование, то, пожалуй, лучше будет надеть рубашку с узким воротником, чем с широким. Ну, а если вы знаете, что делаете и вам нравится стиль широких воротников, тогда вперед. Ну, а что, если у вас широкое лицо? Можете ли вы надеть широкий воротник? Конечно, да. Просто делайте это уверенно и учитывайте, что такой воротник создает видимость, что ваше лицо будет чуть больше. При узком и вытянутом лице широкий воротник тоже подойдет. А как насчет воротничков с пуговицами? Это вариация узких классических воротников, которые будут более casual за счет этих пуговиц. Эта мода пришла из спорта. В таких рубашках играли в поло. Воротники задирались. Да, они играли в поло в рубашках. Тогда они решили пришить пуговицы, чтобы воротник держался на месте. Это стало модным. И некоторые компании подхватили моду. Таким образом, это попало в классический мужской гардероб. В целом, такой воротник мы встречаем у casual рубашек. И не стоит надевать такие рубашки в формальные мероприятия. Я часто вижу, как ребята допускают такую ошибку. Да, вы можете надеть галстук, но тогда это должно быть в сочетании со спортпиджаком или блейзером. Но не с костюмом или на деловую встречу. Такие воротники мы встречаем на рубашках из casual ткани, таких как Oxford. Вариацией такого воротника является воротник со спрятанными пуговицами, которые мне очень нравятся. Как насчет воротника со вкладкой? Такие воротники подходят мужчинам с длинной шеей. А если у вас длинная шея, то вы понимаете, о чем это я. Воротники со вкладкой позволяют вам носить рубашки с высоким воротником. В то же время все это выглядит пропорционально. Суть в том, что у такого воротника место под галстук широкое, а крылышки не смотрят в стороны, а направлены вниз. Также есть специальная вкладка, которая удерживает их прижатыми к рубашке. Из-за этой вкладки такой воротник необходимо носить с галстуком. На мой взгляд, это элегантный вариант для парней с длинной шеей. А что насчет воротников со шпилькой? Это такие воротники, которые сделаны специально, чтобы носить их со шпилькой. Это чистой воды декорация, и носить ее не обязательно, но очень многие модники очень любят носить такую рубашку. На мой взгляд, это выглядит красиво на определенных парнях. И, конечно же, с таким воротником нужно носить и галстук. А что же насчет круглых воротников? Воротник, у которого округленные концы, а длина воротника чуть короче. Это очень кэжуал воротник. Они появились в мальчишеской школе в Англии. Некоторым просто нравится, как это выглядит. На мой взгляд, это очень кэжуал. Если вам хочется, и вы чувствуете, что по пропорциям вам подходит, вы небольшой парень, вперед. Но это очень кэжуал стиль. То же самое с оскребленными воротниками. Это когда крылышки выгибаются наружу от стойки воротника. Все эти искривления и формы, отличающиеся от нормы, делают воротник кэжуал. Но если вам хочется чего-то уникального, то да, вы можете такое надеть и привлечь к себе внимание. Есть еще и съемные воротники. Да, есть и такое. Особенно во времена, когда все стирали вручную. Тогда просто снимали воротник и стирали его вручную, потому что он был белый. Кстати, отсюда пошли и контрастные воротники. Можно увидеть синюю рубашку и белый воротник. Такое встречается в мире финансов. Стали популярны за счет фильма Уолл Стрит и дизайнера Алана Флассера. Скажу, что они все кэжуал. Да, забавные, но это опционально. Сегодня не часто встречишь съемные воротники, но можно увидеть мягкие воротнички на рубашках пола, но они по-прежнему кэжуал, потому что сделаны из гибкого, мягкого материала. Какое видео смотреть дальше? Как насчет десяти вещей, которые стильный мужчина никогда не делает? А знаете, что делает стильный мужчина? Он кликает на это видео и смотрит. Заходите и смотрите.